Этот форум как Давос и съезд бельдербергского клуба для коллективного Запада, но только для коллективной Азии и Евразии. Сюда съезжаются преимущественно друзья России и звучит программная речь Путина. Мира вам, я Ханжан Курбанов, это моя петербургская ремарка. Участие в нем приняли практически все субъекты России и представители всех уровней власти. Делегация нашей республики была немногочисленна, но, как говорят, очень активна. На 26-й международный экономический форум северной столицы приехали представители более чем 130 стран и регионов. А африканцы, китайцы, индусы, арабы чувствовали себя как дома. Арабы так вообще страх потеряли. Эмиратовцы приехали в солидная делегация. Это те арабы, которые традиционно со времен нового времени колониальной эры всегда были повернуты в сторону Туманного Альбиона и Западного Гольфстрима. Палестинцы говорили с Меликовым о министре туризма Дагестана Эмин Мирданов в роли переводчика. О времена, о нравы, о хирзаман, в хорошем смысле. Переговоры, намерения. Инна маль амали беният. Каждому деянию по намерениям. Надеюсь, намерения были, Хасан. Между тем, информационные дагестанские и не дагестанские ресурсы обращают внимание на стенд. Он самый большой, самый красивый, самый-самый. Хорошо. Стоил много денег. Пишут, что около 70 миллионов рублей. Что спецпредставитель главы не подтвердил, да и не опроверг. Зато входной билет на форум для республики был бесплатный. Хотя для всех он стоил около 1 миллиона 272 тысяч рублей. О чудо-стенде говорит и глава республики Сергей Меликов. Цитирую. Второй год подряд республика будет представлять на форуме свой стенд, который презентует потенциал Дагестана и ознакомит посетителей с нашей богатой культурой. По одежке встречают, все правильно. Но меня терзают смутные сомнения относительно того, что же дают подобного рода мероприятия. И каково было КПД участия нашего родного правительства на этом именитом форуме. Что договорено и что сделано. Министр экономики Дагестана Гаджи Султанов развеял мои сомнения. Участие в такого масштаба форумах это не только престижно, но и возможность перенимать опыт у более продвинутых регионов и участников. Кроме того, у Дагестана есть возможность заявить о себе. Тем более сейчас, когда ни один подобного рода большой форум в стране не обходится без упоминания Дагестана. Дагестан интересен не только туризмом, хотя туризм он на виду. Есть у нас и проекты обувного кластера, которые мы повезли на форум, и мебельного, продукцию которого можно экспортировать в Среднюю Азию. Но самое важное это то, что Дагестан открывается со стороны своего мощного транзитного потенциала. И для этого планируется сделать ряд шагов. Это и строительство взлетной полосы воздушной гавани, и наращивание морского порта, и строительство объездных дорог. Вот договорились Чувашии с Белгородской, Запорожской областью, вот с Русгидром, со Сберлизингом, которые предлагают Дагестану обновить городской транспорт республики. Условия обсуждались с представителями экономического блока правительства республики. Обещают, будет новый городской транспорт в столице. Да неужели ни один мэр после Амирова не мог решить этот вопрос? Все утопали в болоте. А потом транспорт нужен все-таки общественный, муниципальный, а не тот, который когда хочу и куда хочу ворочу. И нужно его обелять, конечно же. Вот Нусред Амаров, полномочный представитель главы республики в парламенте, поясняет критикам и критиканам. Дагестан получит IT специалистов высочайшего уровня и инвестиции в туризм. К примеру, если взять только один, всего лишь один договор со Сбером о предстоящем открытии кампуса школы 21, это огромный успех. Речь идет о проекте стоимостью около 2 миллиардов рублей. Строительство самого объекта, его финансирование берет на себя Сулейман Керимов, и оборудование, эту часть расходов закроет Сбер. То есть Дагестану открытие школы 21 не будет стоить ни копейки, а на выходе мы получим объект, где будут готовить высококвалифицированных IT специалистов мирового уровня. В России на сегодня такие школы есть только в Москве, Татарстане и двух сибирских регионах. Очень впечатляющее соглашение заключено с АО «Кавказ.РФ». Речь идет об инвестициях объемом в сотни миллионов рублей в нашу туристическую отрасль. Отлично! О туризме говорили много и щедро. Ставка на внутренний туризм. На берегу Каспия планируют построить пионерлагерь наподобие Орленка и Артека. Макет в стенде. На следующий год увеличится количество туристов. Какие прогнозы на следующий год? Даже боюсь их делать, но на самом деле для нас это становится уже не так весело. В дагестанском туризме три якорных проекта. Кроме оздоровительного детского лагеря Дагестана, это Каспийский курорт Каикент, о котором заявляли еще Путину на Дальневосточном форуме, и Дербенский прибрежный кластер. Слабо звучит при этом тема очистных и отводок канализационных стоков, которые мирно орошают седой уже от наших добрых нереализованных идей и прожектов Каспий. И этим будет заниматься вроде Паурус Гидра и Кавказ.РФ, которые подготовят мастер-планы и предложения по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Дагестана. Пока только все на уровне бумаг. Долго, товарищи, сколько мы потеряли время? Напа чистая, геленджик чистый. Если у нас там все это течет в море, а у них куда это девается? И там и здесь есть проблемы, которые связаны с очистными сооружениями, как один из основных элементов инфраструктуры прибрежной. Поэтому это проблема, которую сегодня решают и наши коллеги в Краснодарском крае, и в Крыму, и мы сегодня ее решаем. До тех пор, пока мы не придумаем, как быстро и эффективно очистить горы и море, говорить о заходе сюда с серьезных потоков, а тем более зарубежных или тех же арабских туристов, рано. Они привыкли к фешенебельным отелям, чистоте вокруг, сверкающим санузлам на каждом шагу. Безусловно, арабы, персы и турки должны вернуться в страну гор после исторических периодов. Вернуться туристами, с учетом, что когда-то наши исторические судьбы скрещивались. Пример дагестанского правительства переговаривается с главой Калмыкии Бату Хасиковым о пустынивании земель. Проблема актуальна для обоих регионов. Пока только говорят, и то хорошо. О расширении связи с арабским миром, о планах развития аграрного сектора, а также о творчестве всемирно известного Расула Гамзатова, рассказал премьер-министр Дагестана Абдул Муслим. Абдул Муслим в прямом эфире телеканала RT-Арабик. Все это хорошо. Дагестан заиграл новыми красками. Министр экономики подтвердил мои выводы о том, что республика на особом счету, на особом хорошем счету, не только на федеральном уровне. Возрастает интерес к региону восточных партнеров России. Индусов, арабов, перцев, у наших соседей и братьев по Средней Азии. А Петербургский международный форум такой интерес лишь подхлёстывает. Когда они видят Дагестан, они понимают, можно продолжать движение к сотрудничеству. У республики много точек роста. Вслед за обувью, мебелью, стеклом, сельхозпереработкой подтягиваются и другие отрасли. На том же форуме заключен контракт с дагестанской компанией «Домологика» на поставку измерительных датчиков для добычи урана в Узбекистан. И надо понимать, что у каждой развиваемой отрасли, у каждой точки роста есть не только своя дорожная карта, но и свои риски и подводные рифы. Их нужно видеть, вскрывать, устранять и как можно оперативно. Скоро всё будет хорошо. Хотя глава Дагестана просит ещё немного потерпеть. Нужно время и ещё немножко терпения. И потом, за красивой одеждой, то бишь стендом, должно биться большое, не только доброе, но и целеустремлённое сердце. Оставайтесь с людьми.